Нас вы не интересуется, вот вы живете в деревне, в таком заколусье, как вы там можете жить? Ну вот сегодня утром мы встали, как всегда, суббота, не рабочий день, но для взрослых это работа. В 4.40, посчитали Слово Божие, помолились. Ну неверно, это может быть в городе, в годы 8 работали, кто как, где посадили. Так, на первое что у нас было? Борщ. Борщ с говядиной. Баранина. Баранина, батюшка дал, свежий, не отравленный. В городе где ты узнаешь, какое, что, живое или дохлое было? На второе что? Либо плов с бараниной, либо гречневая каша, без мяса. На второе? Да. На что у вас? Плов с бараниной. С рисом, да? Да, рис. Рис с бараниной. А это говядина? Баранина. 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 Так. А это? Это салат, капуста, помидор. Помидоры, да? Да. А это? Это гречка для тех, кто не ест молочное. Понятно, это еще разбор. Это чай. Чай, что у вас? Вистья, смородина? Смородина, малина, липа, мята. Это все свое, которое у нас есть. А здесь что? Борщ с ребром баранины. Вот ребрышки. Так. Ну и кефир. Просто квар. Теперь свежий, сегодня у нас свежий, только что я сорвал. Крыжовый. Свежий яичный, вот красный. Это все на завтрак. Это я притом не приготовлю, это просто так. Дальше. Сами поймали гальян, но пересолили, тут пришлось помыть его даже. Гальян обыкновенный. Каждый раз сразу чистить. Свежий свой чеснок. И каждому еще по прянику. И свой самими выпишенный хлеб. Кто пек хлеб? Марина. О, Марина, я приехала, ты знала, как печь его печки? Одно это чего стоит. Своя мука тут предпринимательности Елена, да дай себе Бог здоровья. И мы, конечно, берем это для детей. Но раз мы работаем, то и тут же самое питаем. Вот посчитайте, что я показал. Сейчас помыла, пополоснула, выпила. И кроме того, свой хрен. Хрен взял мы. Для аппетита. Свой хрен. Вот даже его видно, вот он какой есть. Посмотрите. Нарезали сами. Ложат уже своя почка. Хоть я в городе-то найдешь. Еще просто квашу с вареньями с нашим. О. Вот я смотрю, Господи. А мы все день, неделю, говорится, трудились, затрудились. И дети с нами работали. А как? У них ниоткуда ничего нельзя ждать. Эти уже считают без матери. И отец неизвестно, что ему надо хорошо работать. Дети, вот эти двое, Тараси и Естов, и Тараси-то и Естов. Вот он. Они будут почти... Сколько в день, сказали, зарабатывать? 500 рублей. 500 рублей и полтора литра молока. Сколько тебе лет? 12. А тебе? 12. Вот. Это я когда ловил сусликов, осенние такие были суслики. Такого возраста. Одинаковые все. Вот, пожалуйста. Сегодня я посмотрел маленький фильм. Маленький. Как готовить форфор. Какой-то форфоровый завод в России здесь. Насколько интересно, ты его заведи и покажи потом. Форфоровый завод. Как вот эти ручки, как все остальное делать. Как надо нам беречь. Сколько труда. Потом обжигают. Как работает женщина, за ними наблюдает. Какая аппаратура. Цех конца не видно где-то. И тарелки, и все. Одесса раз. Упала. Грохнула пола, ничего нет. Меня сказали, а вы не били. Бил. Бил, и при том, совершенно глупо. Задел. Или как? И упал сверху чайник. Чайник здоровый, тяжелый. Или кружка мне подарили. Фарфоровая. А внизу стояла фарфорная же тарелочка. Она у нее край отбила. Но этой тарелочке без края я все время пользуюсь. Где-то накрываю. Там недосмотрел, а внизу стояла вторая. Два недосмотра. А та упала кондиря какая. Но если драться где-то, этой кружкой ты можешь оборонять. И уйдешь неповрежденный. Люди на него воззрятся где-то. А ты его вот. Вот я смотрю. Раньше, говорит, был аппарат. Мобильный телефон. Полтора килограмма. Полтора килограмма, говорит. Очень удобный при обороне. То есть, хочется его, дал послушать, как звенит в голове. Я попутно хотел сказать. Один человек, он тренер. Борьба без правил бывает где-то. Ну, мужчина смотрит, кто женщина за рулем. А нет, четыре мужика. Нам туда ехать. А они уже... Ну, видят, одна женщина, красивая женщина. Ну, поехали. Поехали. Ну, они не видели, что сзади машина еще едет. И они в одном месте остановили. Она только выходить, они на нее набросили. Четверо-то. И вдруг она одного кидает. Второму в живот дала. Третий кверх ногами. Мужчина подошел так. У вас только одна ошибка была допущена. Вы одна поехали. Он ее взял, она чемпионкой будет. Она ходила, но в начальную там школу. Она раздела с четырех мужиками под орех. Я прочитал, когда я подумал, не знаешь, что тебе где сгодится, как сгодится. Я вот был в Латвии. И на Латыши это националисты считают. Только для своих, только Латыши. И их обвиняют в этом. Если спросят, как пройти туда-то, на улице, допустим, в Риге, то он вот так показывает, говорит. Туда иди сюда, тебе одинаково не надо знать. А я более добрых людей, кажется, редко встречал где-то. Так нас только в Чечне встречали националисты. Я говорю, а сколько ты лет живешь здесь? Там 18. По-латышски что знаешь? Ну не знаю, я знаю. Рыбу продают, у них мера кала называется. Кала. Что на кала? Там килограмм или как-то. А я вот еду в Латвию и уже дорогой купил учебник латышского языка. Дорога, еще еду. И уже прислушиваюсь, как они сыкают везде. Вот, допустим, Игнатий Тихонович, они Игнатия Тихонос ДЭЦ. И везде ДЭЦ. У них на КЦ С. Вот у нас там МАТОС. Ну, то есть все на С. Так интересно. Сразу поступил в бригаду латышан, в общежитие к латышан. И это же на 3-й месяц я уже снялся. Они меня не знают как. Тем более у нас сибирское такое радушие привитое. А им это так близко. Они работяги такие. Однажды случилось так. Так, я был начальник отделения пожарной команды. Команда мирового значения порт, перекачка нефти. Там тебя проверяют, чтобы на каблуках не было железа. Ты еще осталась? Нет, нет. Тогда на обед оставь. Это уже поеду, ладно. И вот между вагонами, когда сцепляют, там войлок проложат. Чтобы нигде не... Лопаты только луженые. Ну, вы такого не увидите нигде больше. И все время идут тренировки. Вот тренировки. Допустим, траншея длинная, дальше чем можно до стенки. Ее заливают. Там 5 тонн бензина, там еще что-то. Ну, их поджигают, бросают. Там пламя метров на 30 вагон только летит. Потушить. Подходит ураган, кажется, называется. Техника такая. Огромные машины. И такая труба. И он гонит туда с пеной. И пена вот таким слоем, как от пола. Как одеяло ползет на крыло и все погасло. Я знаю это. В любом вопросе везде все зависит от тебя. Поступил я в команду в этом. Начальник Латыш. У нас сразу хорошее отношение. Но я говорю, Латыша есть, спрашивает. Скажите, вот мы здесь 5 человек. У нас матерей нету. У нас нет матерей. Скажите по-латышски. Мум сирнау матес. Отвечает. Я говорю, нет. Мум сирнау машу. Тут еще. Начальник идет. Ну, у него университет видно. Я спрашиваю. Как правильно сказать? Мум сирнау машу. А все говорят, как так? А это никто не знает, что он латыш. Ну, вы знаете, как вы разговариваете. Мы говорим, чего? Такого слова чего нету. Мы чокаем. А что сказал? Слова чего нету нигде. Что это? Ну, народное такое-то. И вот у меня мнение осталось о латышах. Ну, меня зажали со всех сторон. Когда я обратился к Богу, мне пришлось выезжать. И путь пролагает в Грузии. А у них буквы, как червяки такие. Я сразу в Москве пошел искать учебники грузинского языка. Еще шага не сделал по отношению к Грузии. А Бог мне уже предусмотрел. И встреча с патриархом. И как там ко мне заехал. Еврей один обратится, станет у патриарха доверенным лицом, священником. Отец Наум Израилевич. Само слово-то говорит, как это. И где было? А там евреи. Да они такие. У меня плохих евреев ни разу не встретилось. Нигде. Нигде ни разу плохого еврея не встретил. А мусульман? И мусульман ни один плохой не встретился. Чтобы он поступил, я ему доверился. А он бы меня там обокрал или не помог. Или где-то. То есть в моей жизни когда спрашивают, а что самое такое значительное в вашей жизни было? Потому что моя жизнь неровная такая. Там тюрьмы, там лагеря, еще только не было. 26 лет меня такая психиатрия мучила. Накачивали, еще только не делали. Вот. Я говорю, я узнал, как много у Бога добрых людей. А еще и... Почему-то эти люди мне встретились. Вот отец Арсений, когда там видит в книге, как огоньки загораются. А еще и эти люди, которые хорошие, которые почему-то встретились, они приняли активное участие в том, что я делаю. Помогали. Начальники, я помогают. Да вы знаете, это и евреи. Я говорю, это самый лучший помощник. Даже приезжал в Потеряевку. Главный банкир Алтайского края. С какими людьми мне Бог сделал. Да он с собой банкиров набрал, еще привез. Я куда бы ни повернулся. Везде, сейчас я давно не езжу, а там мэр города, губернатор, прокурор края, судья краевой. Отдел юстиции, это генерал-лейтенант, это большое звание. И, ну, о всех что-то говорят там где-то. Мэр города, в десятку лучших мэров ходил. И все эти люди хорошие. Мэр ко мне на дом приезжал не один раз. Едет в городе, машет рукой там на машине. Как это может быть Бог? По сравнению с ними я никто. Я ничто. А Бог так располагает людей. И вот там у меня в городе два дома. Ну, дома. За то, что меня изъяли, судились. В суд шел 11 лет. И Господь его позволил выиграть. Они должны были мне 11 миллиардов. Представьте себе. Ну, неденминированные эти деньги. Но вы заплатить решили меньше. Но суд выиграл. И тогда рассчитываться нечим. И Бог опять дает пристава женщину. Кажется, то ли Пчелкина какая-то такая фамилия в ней. И она ультиматум городской администрации. Ни рубля, ни учителя, ни юриста, ни врачей. Никто не получит, пока сладкими не рассчитаетесь. Она имеет право наложить замок. И тогда стало легко со мной разговаривать. А как бы можно нам погасить? Я говорю, нам молиться не надо. И вот два дома в центре города. А сколько там? Ну, сколько? Нет, ну, сто хотя бы. Вот этот дом вместе весь. Восемьдесят. А мне дали двести двадцать шесть километров. Два дома. В центре города. Рядом вот. Сухое место. Я просил, чтобы бабушка была где приходить. И вот куда я ни гляну. Везде Господь и везде радость. Везде свет, везде благословение. Вот сегодня я бы не нашел этого. Если бы не лазил в пустах. Там вообще его нет. Вот где-то одневная ягодка там, одна там. Вот крышу в них тут. Надо там все это выхлестить. Выкосить. Виктора Николаевича нет. Если там хоть одна искра, и дом сгорит. Тут надеяться на кого? Только на Владимира Александровича. Только чтобы он выбрал время и обкосить всю. Туда дальше за туалет пройти. И у него там поспевает какая-то ягода-то черная-то? Ярга или черомуха? Ну, она еще зеленая. Черомуха или ярга? Какая? Ярга или черомуха? Какую имеете в виду? Ярга. 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 Там она хорошая. Мы ее брать будем. Лестница там есть. И все. Но ярга-то только в августе надо. Или нет? Да, наверное, так. Она еще зеленая. В конце июня. В конце июня. Он, знаете, как запоминается. У Сократа, Сократа-то мудрец. Как Ленин об одном человеке говорил, говорит, высокий сократовский лоб. Слушай, Виталий, тебя-то касается. Ты как считаешь, брак твой неудачный был? Попленоват посунул тебе Настю. Подожди, он доживет до щедерга. Тут много, как сказать. Ну, во всяком случае, ты считаешь, что тебя это насунули на нее. А вот слушай. Один из самых великих людей древности, Сократ. Мудрец. А жена у него ксантипа. Злой характер невыносимый какой. И Ней считает, он специально ее выбрал такую, чтобы характер свой выработать. Она его как хотела там надем. Но он под каблучником не был. Он учеников открывает. А он еще не записывал. У него в голове рождалось это все, что Сократ. Сократ, это уже все сказано здесь. А жена сидит, набрал тут проходимцев, бомжей разных. Он молчит, делает свое дело-то. Сколько раз говорила, надо там прополоть, там жук колорадский заедает. А он возится тут с чужими людьми. И дальше продолжает. Она тогда берет там помойное ведро, на него сверху. А он лысый был, он волосы попросил. А я всегда знал, что вслед за громом дождь. Гром от женщины, от женщины дождь. Он специально женился на Кстантипе, чтобы отработать свой характер. Он вообще не работал, еще и тебя превзошел. Тебя если хорошо-то опонужать, так ты что-то и сделать можешь. Вот я вам небольшие истории рассказываю. Ну все тогда. У нас же пряник не съел, я оставлю его на обед. Корочки мои раз мокрые. Кушечка стоит. Рыжая не стала есть. Она мясо сегодня наелась. Да может из-за того, что соленая была. Она даже в рот не взяла. Как бы она узнала соленая-то? По запаху может. А вот не знаю, может ли она запах соли. Соль, по-моему, она вообще без запаха. Это еще прям бытая. Я вчера начну сферила. А для чего соли? Скажи, для чего соли? Чтоб не испортилось. Да? Чтоб не испортилось. А вот если по соленой рыбам, мне щели могут завестись? Нет. Нет. Я прихожу к одной женщине, она пятидесятница, Валентина звать, Ушакова. Хорошая женщина, но пятидесятница. А потом она пришла православие. Встречались с ними, все. Сын один у ней. Здоровый, крепкий парень, нигде не работает. А он влюбился в индейцев. Там Купера этого все это считает. И так она там замкнула, и крыша поехала. Ну как сейчас эти игры компьютерные где-то. И она говорит, чудо какое. Открывает салон, ну соль. Мелкая соль. И в соли копаются черви. Посоленая и точнее вея нет. А это в самой соли. Я говорю, давно это, недавно. Открываю, говорит, салон и черви. Если положить, они сразу там сдохнут. А это живые копаются. Я сам это видел. Тем более я не один был. А что это означает? Не знаю. Но это как безумение. И она пригодила в православную церковь. И сидела вот так вот. Вы видели, что она просит. Сын не работает. А пенсии-то, видимо, нет. Ей кто-нибудь вот, если дали, вот столько вот. Положили милостыню. Или 16 копеек дали. Все. А если дали больше, она сразу же идет эти деньги разменивать. 16 копеек с ней берет, остальные в церковную кассу. Дали вот столько хлеба. Она поклонилась, глаз не поднимает. Ей стыдно. Ее больше тут не увидишь, пока она дома там не сидит. А это она разделит на неделю. Нищие. Нищие такие нищие, как попрошаете. Я знал такую. Она писание знала. Вот так. Я не говорю о другом. А именно вот такой момент. Соли, черви. В последний день не могу понять, как это. Я видел, что они не погибшие, а шевелятся там, копаются. Я говорю, может, кто приходил, к тебе в салонку подожжал, а никого нету. Сын из дома не выходит. Сядь прямо. Второе замещание. Не надо обтирать обои. Они у нас грязные будут. Вот такое дело. Давайте один вопрос обсудим. Сегодня суббота. Дядя Вова, ты истопишь баню? Да. Ласточка там выводит. Сегодня на каждом бане не закрывать. Я обычно в бане опариться стараюсь. А сегодня обойдусь без этого. Сильно не топи. Только жжи, чтобы вода нагрелась. Мы посмотрим, как. Ну, это еще же мы, ну, не мазутные какие-то. А теперь время-то до обеда. Он после обеда затопит. Говорит, да время-то до обеда свободное. Да лучше пораньше, Игнать Ильич. Пораньше лучше. Пораньше. У нас много девочек. Конечно. Согласен. Так. А где, Галина Александровна? На кухне. На кухне. Сказать, она говорила, я там до стирки на неделю. Я принес двое брюк. Постирать. Да, да. Ладно. Так, теперь. Несколько вариантов у нас. Там я принес уже двое брюк. Там в стенках лежат. Мои. Это там кто, когда хочешь стирать. Хорошо. Ты сама просила. Да. Я бы сам постирал. Еще рубашку можете отдать. Так, теперь давайте обширим. До обеда мы свободные. Есть несколько вариантов. Как провести время? Какое твое предложение? Я даже не думала. Не думала. А можно и не думать. Нырнуть там под низ дай проспать до обеда. Нет, нет. Не поймет? Нет, нет. Так. Ну давайте, вы предлагайте. Вот хочу, чтобы мы услышали, какое ваше мнение. Тем более, вы уже многое знаете. Что у нас есть? Нерабочий день. Вон два отрока. Руки поднимают. Ну давай. Три. Давайте покупаемся, а потом бороться. Что делать? Купаться и бороться. Купаться и бороться. Да, это какое-то занятие. Купаться. Это не занятие. Это не запоминается. Вы каждый день купаетесь. Так, Тимоша хотел сказать что-то. Давайте порисуем. Зимой дом, что ли, сидим? Нет. Я не хочу. Так, Владимир Юрьевич, переведите, пожалуйста. Щуки-щуки. Он говорит, порисуем. Порисуем, говорит. Как говорит? Порисуем, говорит. Порисуем. Хорошо. А что ты будешь рисовать? Рыбку, которая у пыла. Так, Виталий, что предлагаешь? Бороться и губаться. Да. Он еще не вышел из этого возраста. Так, а где же у нас, Сергей Павлович? Вот он. Что предложишь? Как провести медведя? Так, чтобы значимо было, полезно, сытно. Все как? Попородзем. Сытно. Полезно и сытно. Слово «сытно» ставим. Слово «сытно» ставим. Ну, опять ты, Лёв, вы говорите, там не надо нажимать. Не все. Можно? Можно я отгадаю? Как говорят? Можно я отгадаю? Нет, сначала вот. По мне, вот так у меня работа есть. А что вас касается? Нет, так не касается. Так нельзя. Я говорю, для всех. Для всех. Для всех. Если все, предлагаю за ягодами пойти. Так, чего вы задали? За ягодами пойти. Нет! 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 Они забрикатировали. Вы за столом ни один от ягод не отказывались. Нет. Запомните. Вот сегодня я бы не ходил. Заметьте, к рыжой лька, вишенки не было бы еще. Лыше? Да. Нет, так не годится. Тем более ягоды бывают не просто летом, а определенную неделю, полторы уже нет, они засохли. И в течение года, а бывает так, за 4 года, то их один год вырожают. А нет, не надо. Я слушать вас должен-то. Неразумно. Она же пройдет. Щеремаха в прошлом году была, но еще ни одной ягоды нету. Еще год надо ждать, и неизвестно, что там будет. Бывает только расцвело, тяпнуло, морозом. Все, святы погибли. Давай. Я предлагаю устроить веселые старты, разделенные на две команды, что значит нет, а потом купаться. Кто выиграет? Так, подождите, терпи, терпи. Мы не вершим к этим ничего, только себя помните. Мы живем в деревне. В деревне, тихо. Умейте руководить своими эмоциями. Люди все работают. У них выходных нет в деревне. И в это время мы будем играть праздно. Они будут, вот верующие, прийти, надо помочь. Они не успевают. Это у нас ни коровы, ни теленка, ни ребенка, маленького нету. Мы, представь, такое стилище. А у них бывает там один ребенок, она одна живет, вот тетя Люба рядом. А вот играют они. Они, надо же так. Я им приносила ягоды. Надежда Васильевна, вчера, всю смородину отдала. А никто даже не подоскопывался. Как? Я не говорю, видите, работают. Не рабочий день. Ну, как-то надо это компактно все делать. В комплексе. Итак, давайте, спроси. Я хотела помочь матушке урики починить, урики для пчел. А, да, да, да. Понимаете, насколько это разница от того. Рисовать ты и дома будешь. А это раз летом, в момент, рано, когда пчел там облет, там не еще. А именно сейчас, вот, вот качка будет. И нам всегда матушка лед на стол дает, сотовый, с хлебиной. Хлебная, это там уже специальная инструкция, там, вот. Так, твори. Попроще. Я хочу бороться и купаться. Уже три дня. Борцы и пловцы собрались там. Спортивный отряд. Я за ягороду. Что это делать? Выходной, чтобы мы на глазах не мельчешились. Иначе, часов 12 задапливать, аначе на выход. До 12, до 12. Я за ягороду. Я за ягороду. Понимаете, как? Кубаться будут. Так, минуту. Не пора, чтобы здорово. Так, говори. Поехали за ягород. Поехали за ягород. Я там помогаю. Пользуйся внимательно. Пользуйся внимательно. Я, для души, для здоровья. Можно сделать потом варенье. У нас сахар есть. У нас сахар много. Мне помогли. Сахар. И кому-то подавить. Есть парализованные. Бабушки нуждаются. Думайте об этом. Вот смотри. Я сейчас вам объясню. Чтобы удивить человека, то нужно сделать что-то, как говорят, экстраординарное. Не непростое. Подходит ко мне человек. Я говорю, хочу вам помочь. Я говорю, а как вы поможете? Ну, вы же книги издаёте. А подходит в интернете. Не лично. Вы книги издаёте. Я говорю, я уже издал. Больше не издаю. Я как внезапно обрезал. После этого 7 книг ещё. 7. А это 735 страницы. 800. А они в интернетной версии стоят у меня. Издавать больше я не буду. Ну, куда-нибудь. Я вам хочу помочь. Я говорю, я у нас в миссионерское поездку. Вот возьмите. Маленько пойдя, ещё один. Я тоже хочу помочь. А друг друга они не знают. Куда мы в миссионерскую работу? Сколько? 200 тысяч. Представь, 150 или 200. Это уже говорится. Хотя, это 350. Но мы только в один конец и обратно вернулись. За одну поездку. 440 тысяч сожгли. Машина мощная. Ну, как так. Жрёт столько же. 440 тысяч. Почти полмиллиона ухлопали. Но одно другого стоит. Я говорю о людях, которые за нами следят. А если бы я ничего не делал, То есть, кто бы мне ничего дал-то? Всего ради. Мы сломались в Швеции. Сообщили кому? Парализованному Сергею. Сообщили своим. У нас есть человек, знакомый, который живёт в Калининграде. И нам подсказали. Вам ехать надо теперь, чтобы нас волоком тащили на корабль. А с корабля сойти в ветве. А там на эвакуатор. Эвакуатор, эта машина наша затаскивает на платформу и везёт. Если мы здесь тратим 10 рублей за километр, То на эвакуаторе ровно в 100 раз больше. Сколько? Тысяч. Тысяча. Тысяча. За каждый километр тысячи. А нам нужно ехать 100 километров. Это я 100 тысяч должен выложить. До Барнового доехать 150 тысяч. Понимаешь как? И в это время человек, который мне 100 тысяч подарил, Я на него вышел. Он как раз живёт в Калининграде. Он говорит, я в Испании. Но я сейчас дам распоряжение. И там люди, которые вас встретят, Пригонят эвакуатор в Литву и вас заберут. А здесь дальше не думайте ничего. Какие детали? Всё сделаем бесплатно для вас. Представь себе. Для нас это было такое облегчение. А вот безвыходное положение. Машина полностью встала. Чужая страна, Швеция. Это не то, что поехал в Мамонтово. Сломалась машина, волоком притащили. До кого? Даже до вокзала не доехал. Сломалась. Встречали они сейчас. Вот. И по милости Божией, Мы должны понять это, заботиться, Что кто нуждается в нашей помощи. И об этом, молись Господи, укажи, Нуждающийся, выслышали. А как мы можем сейчас, в сегодняшний день? Никак. Пойти работать у нас на рабочие деньги. Так, принято уже. А если нужно помочь? Матушка, разговоров нет. Тебя одной там хватит? Нет. С кем-то надо. Кто с ней пойдёт? Я. Вот, Игорь, поднимай трубку. Ну, возьмёшь его? Возьму. Всё, это брат родной. Так, значит, вопрос за ягодами. Вопрос, куда? Куда? Пусть мужчину предлагают. Я предлагаю где? Вот здесь вот, где был лагерь, сейчас в музее. По дорожке и за околком. Ну, я там не был. Если трава высокая, а трава высокая, то она, может, и не поспела. Ну, у нас выхода нету, надо пробовать. А потом мы обойдём вокруг, где там деревья лазят по деревьям, где бегаете под поездом. Под поездом бегать будут дети. Тоннель. И там разрешается кричать, как можешь, во всю голову ждать. Бегала? А кто кого стукнул там лбом-то? Я с кем-то столкнул. Это два таких огромных трубы пойдут, а там высоко поезда идут. Но их в это время нету. И они там бегают и кричат. Да сыто. И там есть две ягоды. Вот можем пойти этим путём вот так. Второй путь взял немного подальше. Где вы купальцы ходили, до второго мостика, и сразу свернуть влево. И там по отрогу, по боку лога, там есть ягодник. А оттуда мы можем завернуть и пройти там, где были берёзки, посмотреть, и захватить, и опять таить уже путём выйти. Ну, маленький крюк сделать. Снять с собой воды. Дорогу не просить. Марина, обязательно пойдёшь с нами. Не. У меня много дел тут. Какие? Постирать. Я так и не постирать. Всё, не на оставке. Югаря сказала, не надо. Я моём буду не постирать. Постираешь во вторник или когда? Не, ну мне обзашивать надо. Уже спорить начинаешь. Мы делимся мнением. У меня нету времени общения. Это больше никогда не будет. Мне хоть ночью всё делать. Это никогда не будет. Это единственный раз туда идём. Ягоды кончаются. Мы даже по теме, если идём. Речь идёт не о стирке. О стирке ты ещё бы так это волновался. Значит, именно защита не охота идти. Надо пойти. Пойдёмся вместе. Нам это хорошо. Не трудно. Бедёрки возьмём. Наедимся. Скоро малина будет поспевать. А у нас малинник есть здесь. Ходила бы малину? Да. Сады старые, колхозные. Но ни на одну ягоду у нас нету ограничения. На малину ограничения по 5 ягодок. На следующий раз 10-15. Иначе тебя она быстро закисает. У нас было такое. Один там тайно наелся. А потом пошёл кухвать. Среди его вчерашнего всё вылетело. Отдельно поплыл. Так, мы сейчас помолимся и обуемся. Я думаю, обувь резиновый снять надо уже подсыхая где-то. Готовим бёдра и уходим. Дом на клюшку. Все до одного. Идём одним боком. И тогда можем что-то сварить. Ведом с сахаром. И хотя бы одну ванночку, Марина, заберёшь с собой. Не надо. Игнать, конечно. А почему на разъезд не сходить? Там как раз ягод много. И спелого ягод. Ну, конечно. Там много спелого ягод. Идём мне там не кричать можно. Ну, я не спорю. Я хотел кое-что показать. Дети всё время спрашивают, а когда под поезд пойдём? Да, идёмте. Там берёзы, на которых лазили. Им хочется вспомнить всё. А туда мы можем пойти в любой день выбрать. Нам никто не запретит. Нет, просто там трава, говорите, высокая. Там, может, не спелая ягода. Ну, если туда мы пойдём сегодня, то маршрут, который я предлагаю, завтра, на воскресенье. Ну, ладно, как решили. Выслушал вас, посмотрите. Ну, это детское рассуждение. А будем всё интересовать. А через пять минут тебе уже неохота. Какой ты художник? Так, готовимся. Готовимся. Давайте. Благодарим. Благодарим. Господи, благослови, воздай милостями всем заботящимся о нас, научи нас правильно пользоваться, отпущенным нам временем. Господи, разуми нас так, посети болящих Сергея, Анастасия, Анастасия и брата нашего путешествующего езжу, сохрани и помилуй. И между нами добудет мир, любовь и согласие по всему. Тебе слава, отец, сын и святой друг. Аминь. Игнатия, Японина, возьми с собой партик. Спасибо, Христос. Игнатия, мне не новей. Партик уже знали. Партик еще делал.